Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марина Мексика подтвердила информацию о том, что Олег Бурханов и Алиса Огородова понравились друг другу. Более того, ребята договорились, что сразу после второго сезона «Остров любви», где Олег сейчас является женихом, они отправятся строить отношения на поляну. Сам же Олег Бурханов опровергает эти слухи. Никита Кузнецов опубликовал фотографию новых участниц второго сезона шоу «Дом-2. Остров любви». О некоторых участницах второго сезона расскажем более подробно. Это сестры-близнецы Алия и Анита Качкаровой. Они танцевали в ночных клубах, принимали участие в съемках для мужских журналов, работали диджеями. Это 25-летняя Ангелина Никерсон. Она маркетолог и хозяйка маленькой студии красоты. Среди всех участниц выделяется преемница Риты Керн Александра Сергеева. На первом же снимке с острова, который она опубликовала в своем блоге, девушка обнажила немаленькую грудь, а на ней характерное пятно, которое напоминает засос. Большинство невест второго сезона оказались девушками раскованными, любительницами публиковать свои фотографии в стиле ню. Ирина Донцова, мама Майи Донцовой, оказалась в изоляторе. Женщина пишет «Моя дочь упекла меня в изолятор. Я не виновата. Майя эгоистка, будем ее воспитывать». Зрители не понимают, зачем так позориться ради проекта, как делает эта семья. Оля Рапунцель призналась, что ей пишут мужчины и предлагают подарки, обещают браслет и шубу. А еще фанаты раскрыли обман Ольги. Недавно она показывала браслет, который подарил ей Дима Дмитренко. По ее словам, это очень дорогая вещь из золота, с рубинами и бриллиантами. Так вот, пользователи нашли в интернет-магазинах точно такое же украшение. Это оказалось всего лишь серебро с позолотой, с кристаллами и с эмалью. Ольга Жемчугова ругается со своими подписчиками, которые считают, что она плохая мать. «Простите меня, идеальные мамаши, что я крашусь, крашу свои волосы, слежу за фигурой, могу одеть короткие шортики, делаю татуировки, могу тусануть с подругами раз в месяц и много-много других вещей, в то время как вы посвящаете себя своим детям круглосуточно». Андрей Чуев и Марина Африкантова продолжают отдыхать в Дубае. Чуев пишет «Мы отмечали день рождения Марины 18 дней. Спасибо всем нашим друзьям в Дубае, которые приняли нас как свою семью». Также Андрей продолжает следить за ходом стройки. «Мои бараки потихоньку превращаются в то, о чем я говорил. Уже совсем скоро вы сможете увидеть нечто красивое, уютное и теплое». Алиана Устиненко приступила к работе после смерти своей мамы. Девушка пишет «Может, кто-то посчитает это неправильным. Но я не могу находиться дома, стены давят, мысли угнетают. Хочется нагрузить себя всем, чем можно. Работой, спортзалом, детскими играми с сыном. Чем угодно, лишь бы не оставаться наедине со своими мыслями». Алина Камерен рассказала, как продвигается дело с иском к телепроекту Дом-2. Компания Solaris Promo Production, которая владеет проектом Дом-2, так и не предоставила необходимые для суда видеоматериалы. Камерен пишет «Мне непонятно, почему организация такого уровня позволяет себе настолько недобросовестные отношения. Это ведь не Шарашкина контора, а крупнейший продакшн. За мной справедливость и мощный адвокат, поэтому в выигрышном исходе я не сомневаюсь». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.